так всем большой привет ну что распаковка распаковка вы будете участвовать в распаковке тебе я сижу смотрю помаши все всем привет здесь на пакете написано что не вскрывать попытка вскрытие будет обнаружено так что так не надо ножи у меня вот ножницы вообще убери нож пожалуйста убрал теперь так ну что распаковочка всем привет а что там такое давайте посмотрим какая-то коробка уже какая-то такая эйфория прошла она у меня была в обед сейчас уже время у нас пол четвертого и как тоже подпаду тихо он уже сыпется отсюда все резиночки денежные резиночки пырчатый пакет и тут уже уже проспечивает это что-то думал это что как вы думаете теперь я посмотри как нужно с ним будешь справляться без ножа а вот здесь вообще дергается вот так не надо да я просто посмотрю вот прям вот такая блин вообще тяжеленькая рука сейчас подожди прикольно все да палишь китайская ты сканируешь пали или не пали ну чё давайте откроем ну можно по этот без эмоций таких так так ммм ты обычно открываешь бульх аааа он мой белый серебристый он не знает какой зарядка есть там нет да подожди Саша сам вам зарядка и наушники конечно ну если коробка толстая значит должно быть так тихо я буду сейчас пленку снимать должно быть слышно тихо тишина ааааа аааа аааа прикинь чего ты свой зарядник ну это все в смысле чего ну ничего продолжай так тихо я буду пленку снимать на 12 на такие же тихо оооо на 12 вилки нету ну потише что ли я вот я вот я вот все выложу я вот все выложу все эти моменты вот всем привет скажем привет привет давайте пленочку снимем вот ради этого вот вы все меня затыкали сейчас класс класс ну такой да увесистый хороший подержать кстати по размеру где мой старый вот твой старый вот на сравни покажи длину ширину глубину толщину рост так ну вот видите в принципе размер практически 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 одинаковый вот так если приложить чуть чуть длиннее айфон чуть чуть длиннее и толще он вот вот опа соню уронил ну как раз ну чё дай дай подержу дай посмотреть мне да смотри может пай 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 ну что знаток ты прежде чем включать сим-карту сразу ставь сюда вот вот первое что ты сделаешь это будет ставьте сим-карту мои данные ничего не сотрутся те которые на моей сим-карте никак они не сотрутся на чё теперь все переносить наверное ты же с андроида на айфон уходишь не знаю не знаю да я с андроида ухожу у меня ванпласт план ванпласт пятый вот это яблочек в зеркале нет не знаю ну чё как вообще внешне круто смотрится мне нравится у него окантовка то что она вот такая дай-ка на все я тебе что говорю у него зарядник получается как у двенадцатого свой а ты вам чехол не купила это не юсби слышишь на подкрой его полностью распакуй в смысле не юсби ну вот эта вилка только вот для этого шнура все ты не понимаешь что ли вот смотрите какое отверстие вот да так и на двенадцатом тоже так же там вилки не идут вилки комплекса вилки там такие к таким кабелям которые вот на как на одиннадцатом вот от андроида вот видишь то есть она сюда уже не подходит ну понятное дело конечно ну ладно что ж теперь ну твоя вилка уже единственный экземпляр все но ее наверно может приобрести если припотели понятно понятно припотели при поломке при том что если украдут продумать давай заново все складывай склеивай так ну что надо тогда это вынуть свою сим-карту что ли да если будем сейчас подключать а не ну я бы я бы вынул бы сим-карту и сразу бы вставил пока он еще не включен не там у меня у меня такая можно ее использовать такую вот эту вот сюда в бок втыкаешь ее все да да ладно у меня вот здесь да ладно серьезно я думаю в стекло втыкаешь чего быстрей включать да включи первый запуск люди посмотрим нет я хочу просто эту свою сим-карту вынуть ты просто иголку туда же встать я уже не помню как она вынимается сто лет уже как просто нажимаю и все вытаскивай пол слоток да у меня тут две сим-карты видишь я в принципе могу одну поставить не ну а где твоя обычная сим-карта ты знаешь какая здесь не написано что ли у тебя жопить или два первая у меня первый лоток я короче не знаю короче вот этот первый лоток первый лоток в первом лотке который лежал так чё включаем что ли сначала сим-карту вставь тебе же сказали ты чё тормозишься да да я торможу я потому что волнуюсь чё волнуешься вот сюда втыкать в бок алина помоги алина сюда дай алине алина себе сделай со съемкой симку дай сразу наверное вот так что ли смотри да все верно откуда я знаю я не вижу сама смотри твой телефон алина вот так ну мам ну да ну там вот дырочка вот этого должна же быть внизу да значит так ну чё с богом товарищи куда нажимать то сюда в розетку сначала и педали покрути все все огрызок показался ждем нет чё ты сейчас он сразу сейчас он сразу попросит вай фай слышишь ключ вай фай сейчас он сразу попросит хеллоу ну чё мать давай дальше сколько там здравствуйте здравствуйте ну алина ну не мешай пусть она сама делает ну ладно да подожди там Россия так поднесите свой текущий айфон у меня нет айфона да попробуй андроид настроить вручную да а андроид нельзя поднести настроить вручную да настроить вручную выбор сети вот наша да ну пароль надо ты знаешь пароль нет прошлое горя ха ха что поймал интересно да сейчас обновление а нет сейчас знаешь что будет далее 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 алина как будто каждые полгода меняет телефон и она знает как как вот говорили не вылезай это все пускай любит хорошо хорошо пошел так а нужно без этого ха ха всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока так данный консервис дальше наверное да дальше наверное да далее так так я тоже я хочу все у меня нет у меня зарядник конечно мам ну ты там те стрелочки показывают как делать что такое гудит телефон на аккумулятор так вот громкий это вот гудилан да да он сканировал так медленно совершить круговое движение головой чтобы замкнуть кольцо как как понять ну мам ну чтобы зеленый так хрень была полностью туда что показывает да все все я познал да скоро самуешь устраивать свое забро так подождите вот так чуть чуть на себя оп я так пережил что наушник не будет тут за наушники пережил да это куда-то сюда лучше пересет вот вот такая коробка патронов прям твердая вот стоит я знаю так Face ID настрой настрой его дальше создание код пароля какой настроить пароль который был на прошлом телефоне чтобы не путаться так приложение данных выберите каким образом вы хотите перенести приложение и данные на этот телефон восстановите сколько айклауд восстановите перенести данные с перенести данные с андроид прикиньте тут есть такое если у вас телефон или планшет андроид смотрите что написано если у вас есть телефон или планшет андроид можно перенести с него фотографии сообщения и другие материалы на этот айфон чтобы начать на своем устройстве андроид загрузите приложение перенос на ios на ios то есть я должна загрузить ой ну в своем телефон загрузить а как я загружу если у меня а ну у меня вайфай же работает да короче ладно сейчас я это сделаю пока выключусь прикинь даже с андроидом можно переносить вот так вот офигеть вот так вот сейчас я короче выключаю чтобы потом это давай так с play market и скачиваем вот такое приложение называется перенос на ios вот видите здесь открываю я его так перенос на ios это приложение может скопировать сообщение фото и другие данные с устройства продолжить так условия и положения нажимаю принять так разрешить приложение перенос на ios доступ к контактам делаю разрешить разрешить приложение перенос ios доступ к календарю разрешить короче разрешаем все тут данное местоположение устройства доступ к мультимедиа файлам так найдите код написано если на айфон айпад или ipad touch не появился код убедитесь что открыт ассистент настройки ios и выбран параметр перенести данные с android ну и что тут где он найдите код а какой код где он находится для меня я должен нам надо нажать нет о короче появился код вот такой вот получается тут шестизначный так введите этот код на своем устройстве android диктует 024 289 ну что ты делаешь почему без меня так переносы ios что что-то не так ну переносы что все так а его надо поднести на друг другу нет или он по вайфаю не знаю и чехол можно на нее покупать на конечно фикс прайсе фикс прайсе да фикс прайсе фикс прайсе да фикс прайсе вот столько по работе очень много фотографий не 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 надо если есть такая функция надо если есть такая функция надо это конечно для чего мы деньги таки огромные за телефон алина платит что я сказала вообще нет нет мама пускай правильно делает окей пускай переносится этот желтый белый смотрите экран белый луч он не желтый так у меня перенос данных идет представляете сколько времени осталось ой короче говоря вот так вот будем сейчас ждать у меня в принципе здесь да много информации может быть еще и из-за этого тут фотографий много видео много так что ладно выключая камеру и увидимся позднее мой прошло уже сколько минут двадцать наверное видите два часа сорок минут осталось чтобы перенести все с андроида здесь вообще четыре часа пишет так долго я думаю раз и все и быстро вот такие дела ждем 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 так вообще хочу рассказать о той истории как вообще я решилась купить ну для меня очень дорогой телефон потому что ребят ну практически сто тысяч за телефон это огромные огромные деньги вот короче как дело было у меня вообще старый мой вот ван пласт 5 у меня было было желание поменять его на другой телефон сначала я думала может быть я купить обновиться на эту же это же этот же бренд купить только уже последний последний который вышел по моему ван пласт 9т по моему как так называется вот я посмотрела много видео на ютубе обзоров очень много но мне не понравился вообще он чисто внешне даже в первую очередь да он конечно тоже крутой он его даже если сравнивать с одиннадцатым про и про максом по характеристикам он даже мне кажется превосходит в некоторых моментах делали сравнение обзорщики камеры как он снимает видео фото то есть он даже в некоторых моментах превосходит но опять же тут мешалось но мое окружение Алина Саша ну в частности скорее всего Алина меня все таки убеждала мама ты блогер ты снимаешь видео ты снимаешь для инстаграма сторисы фотографируешь и все равно говорит не сравнится качество видео и фото а андроида и айфона то есть даже в тех же самых сторисах в инстаграм это сразу видно когда человек снимает на айфон и человек снимает на андроид тот же самый крутой там Huawei есть ну сами знаете да все эти новые бренды известные бренды самсунги вот и она говорит что разница все равно очевидна разница видна и я так подумала подумал думаю ладно фиг с ним что я не заработала что ли себе на телефон тем более как бы я действительно ну как бы я люблю снимать люблю фотографировать и хорошую камеру хороший телефон я думаю что мне как раз таки стоит покупать я понимаю там те люди которые для них для кого телефон они используют в качестве звонилки и для того чтобы зайти там в соцсети попереписываться ватсапе вайбере для них крутого такого телефона дорогого телефона на самом деле им не нужно вот в данном случае у меня тут в приоритете стояла именно камера вот камера почему потому что не всегда у меня получается вот брать вот эту камеру с собой canon в принципе она снимает вообще классно чаще всего мы с телефоном всегда в руках поэтому в первую очередь я покупала телефон только из-за камеры вот вот и еще то что у нее объем памяти очень большой 256 гигабайт в противовес тому который у меня был 128 сейчас вот на ванплассе у меня сейчас вот практически битком память забита и нужно будет конечно сейчас вот перенесется перенесутся данные если все нормально будет там наверное нужно почистить все поудалять которые не нужны вот что хочу сказать долго очень выбирала на всяких разных сайтах в интернет-магазинах просто онлайн оффлайн последний раз мы ездили в самару я его в руках подержала убедилась что да действительно как бы это мой размерчик потому что ну многие не любят большие телефоны но я настолько привыкла к своему телефону он у меня тоже не маленький вот и переходить с меньшего с большего на меньший размер не хочется как бы размер играет значение как говорится кавычка вернемся к поискам телефона смотрела искала на многих сайтах смотрела и на сайте цифрус кстати говоря кому интересно можете сайте посмотреть там такие нормально приемлемые цены но я поняла что самые недорогие цены сейчас на айфоны это на тимоле то есть это площадка на алиэкспрессе наша российская площадка магазины которые там работают это вот как раз таки билайн мегафон связной по моему холодильник .ру даже одно время был сейчас его почему-то не стало не видела я которые продают как раз таки технику в частности телефоны вот долго мониторила цены и в конце концов как бы пришла к тому что на мегафоне в магазине мегафон самые самые такие приемлемые цены и самые хорошие скидки и акции у них вот как-то летом у них тоже была хорошая акция но на тот момент я еще взрела не могла созреть до телефона мне саша как бы сказал что впереди говорит будет черная пятница как ее называют 11.11 будет распродажа и скорее всего говорит цены подешевеет еще и с выходом нового 12 вот 12 айфон выше цены не упали цена упала вот как раз таки на 11.11 это было позавчера сегодня у нас 13 число 13 ноября вроде как такое число не очень хорошее но для меня для меня это радостное число оказалось сегодня 11.11 этот телефон на сайте вообще был сначала изначально цена была 106 тысяч потом у них был промокод один промокод и второй еще был промокод в целом получилась цена 95 вот в принципе как бы сами понимаете да почти 11 тысяч скидка очень даже как бы приятная приемлемая такая цена получилась вот поэтому я долго не думая надо брать по цветам вот вы скажете почему ты взяла именно серебристый там белый серебристый цвет ребят в действительности я вообще хотела сначала изначально хотела о золотом то есть я мечтала о золотом в первую очередь я вот прям когда хотела покупать я вот из цветов серый зеленый золото и белый серебристый я выбрала все-таки на первом месте у меня было золото потом мне Саша начал говорить убеждать меня что давай покупай зеленый потому что он самый такой классный самый кайфовый прям он на первом месте по продаже по цветам стоит давай бери его он типа дорого смотрится но у меня как-то почему-то душа к нему не лежала а когда началась распродажа я начала смотреть цвета оказалось что золотой был в одном экземпляре зеленый был в одном серого по моему вообще не было а вот как раз таки серебристый бело-серебристый их было много было много порядка двухсот штук распродажа началась 12 часов дня по нашему по самарскому времени вообще в 11 дне по московскому 11 в 11 в 11 дне как раз я в этот момент в этот день была на работе перед этим как раз таки положила деньги на карту и захожу на сайт через телефон и причем я заходила через летишоп то есть летишоп это такой сайт с которого еще кэшбэки могут падать на ну вот от покупок может быть если слышали знаете я зашла с него тут как бы ну все равно какое-то волнение руки трясутся не знаешь куда тыкать пальцем там я не знаю что делать ввожу промокод а на самом деле скидка там была всего 5000 то есть противовес той скидке которая там 11 да представляете то есть как бы один промокод работает второго нет я думала один промокод вводим и соответственно я не знала о том что еще второй промокод есть растерялась думаю что делать как быть ну за такую цену я как бы не готова была покупать потому что у меня ну как бы в планах было купить именно его за 95 тысяч уж никак за 101 тысячу я звоню Саше говорю Саш так и так цена говорит 106 он говорит да нафиг надо да это обман какой-то они развод и так далее вот я говорю подожди я все-таки сейчас подумаю может быть что-то я как-то не так делаю вот положил трубку и давай мы внимательно смотреть решила зайти с компьютера на работе зашла на алиэкспресс причем я заходила я не помню ни пароля ни логин логин свой помню пароль не помню думаю на вот просто вот наобум ввела пароль тот который как бы думал что может быть он и есть и все нормально зашла о боже счастья для меня было потом знаете себя так успокоила сердце бьется переживаешь все равно как бы такая крупная покупка и думаешь блин как бы ну сделать все правильно без всяких вот этих ошибок и косяков сижу успокоилась смотрю на вот экран компьютера и там вот как раз таки была информация маленькими такими буковками я кстати сейчас вот наверное вставлю картинку я потом Саше отправлял вот как раз таки там внизу была информация о по еще одном купоне надо было его скопировать что я сделала скопировала и положить в корзину телефон положила перешла в корзину и как раз таки там нужно было вводить еще один купон который я изначально первый раз пыталась ввести и все и у меня появилась как раз таки вот эта сумма а 95 тысяч вы не представляете у меня был просто шок счастье какой-то стресс я была в каком-то в таком непонятном состоянии что да у меня получилось что что сейчас 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 вот я я куплю я совершу такую такую покупку вот нажимаю на оплатить и все у меня естественно деньги с карты снились полностью как бы ну та сумма которая была заявленная на за телефон все и у меня просто знаете я была в каком-то я не знаю это счастье это какой-то страх это какое-то какое-то смятение это все в одной в одной куче но не знаю это мне кажется какой-то стресс был я тут же звоню Саша я говорю Саш так и так у меня все получилось я купил вот а в этот же день в этот же день покупал он телефон вот но он немножко затупил короче говоря он купил но тысяча рублей как раз таки вот этот вот купон который нужно было мелким шрифтом прочитать его он его не применил вот так что мы ждем сейчас еще вот один телефон у него будет одиннадцатый на шестьдесят четыре гигабайта у меня одиннадцатый про макс на двести пятьдесят шесть вот как то так теперь мы все с айфонами алина я саша вот такие дела дальше что на следующий день а нет не на следующий день ближе к вечеру появилась информация что заказ мой обработан и на следующий день буквально прям утром появилась информация о трек коде трек код буквально знаете вот за сутки как бы появилась информация что мой товар отправлен и я зашла на сайт перевод не перевозчика доставщика как называется курьера курьерская служба вот курьерская служба я вот пакет показывал я не знаю сейчас не вспомню как сегодня утром кстати сегодня утром появилась информация что телефон выехал из ну я зашла туда посмотрела почитала что он выехал из Казани в Бульяновск вот и я такая думаю сегодня пятница думаю интересно привезут ли мне сегодня телефон или это опять отложится на понедельник то есть суббота воскресенье тут выходные дни впереди ну наверное курьер явно не приедет думаю надо что-то делать зашла на сайт вот этого курьерской службы номер телефона там нашла звоню а там вообще ни ответа ни привет то есть тишина вообще просто даже ни гудков ничего не идет потом еще один номер телефона нашла сотовый звоню на него там парень трубку берет объяснил что возможно что да у них там перегружены сети поэтому он там телефона поэтому не берут короче ничего толком мне не ответил я потом еще раз ему перезвонила я говорю ну никак молодой человек не получается позвонить я говорю пыталась с сотового телефона говорю с другого номера позвонить но все равно не выходит я думаю может проблема в моем телефоне но нет и он мне порекомендовал позвонить на горячую линию вот их курьерской службы в москву я набрала там и девушка мне ответила о том что она свяжется сейчас с курьером и он вам говорит перезвонит и буквально знаете буквально пару минут прошло мне перезванивает молодой человек я беру трубку он говорит здравствуйте ну представился я нахожусь сейчас уже в Димитровграде когда вы будете находиться дома я говорю все отлично по адресу да 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 по этому адресу все и он говорит я буквально минут через 15 уже подъеду у меня тут посылочка скорее всего говорит это телефон с мегафона то есть отправляет мегафон я такая думаю да это он все вот и вот как раз таки я вам снимала как я получила от него это телефон вот в принципе вот так вот такая вот у меня история с моим телефоном вырубился вырубилась камера слишком много болтаю с вами у меня я не знаю это будет видео наверное на час кому не интересно можете перематывать это все переносит данные 2 часа 3 минуты осталось о боже то пишет 2 часа то пишет 3 часа вот сейчас уже 3 часа 4 минуты то пишет 2 часа 59 минут ну даже половину он не перенес посмотрите белый экран а так хочется его уже поюзать попользоваться камерой посмотреть как он снимает вот вы спросите за эту цену можно вернее вы скажете что за эту цену можно приобрести двенадцатый последний ой я знаете я тоже очень долго думала 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 в принципе и цена вроде такая как бы вот вот не сильно как бы отличается но все таки в приоритете мне стал вот одиннадцатый почему потому что во первых там есть зарядное устройство есть наушники ну все зарядники наушники в принципе за это но Саша меня все таки как бы убедил он говорит не стоит не стоит этого переплачивать потому что все равно в любом случае надо будет покупать зарядник это будет еще плюс две тысячи рублей вот и честно говоря вот вот внешне телефон сам двенадцатый вот именно вот это вот его прямоугольная форма с такими с гранями да она мне менее нравится чем вот одиннадцатый одиннадцатый мне больше как-то по душе у меня мысли в раскоряку честно говоря я как-то вот теряюсь потому что счастье переполняет меня ноги нам скажут что она вообще ку-ку женщина ку-ку радуется телефон да представьте себе вот так вот я на работе когда сказал что я я купил такой телефон и когда сказал цену все были в шоке типа ты чё прямо возле виска покрутили ну ладно пусть чё хоть хотя думают кстати говоря кто-то покупает золото кто-то бриллианты мне золото бриллианты не нужны мне нужен был телефон нет я конечно от золота бриллиантов тоже не отказалась но вот так вот если мне в приоритете вот выбор стоял между телефонами между золотом или там бриллиантами я естественно конечно телефон выбрал вот как-то так ладно буду теперь дальше ждать что у меня и как там перенос данных идет во всю специально кстати накрасилась да делаем макияж чтобы вам ну все-таки как-никак обзор открываем упаковку вскрываем все и чтобы все красиво было не только не только в коробке должно быть все красиво но и хозяйка этого телефона должна быть красивой ладно пока-пока пока-пока попозже увидимся ой